Бойся собаку на розовом поводке. Каждое утро она открывает рот. Был графит. Благословит джунгли, где девочка в комариных сандалиях. Поймать себя на поэзии. Катя Сим начала писать стихи в пять лет. У девушки до сих пор хранятся первые книжки. Самое главное для меня в письме, говорит Сим, не эмоциональное обслуживание читателей, а переосмысление этики и эстетики в литературе. А когда письмо скатывается исключительно в психологическое, в эмоциональное, к сожалению, оно очень многое теряет. В этом году Катя приняла участие в премии Аркадия Драгомощенко. Это одна из самых престижных премий для молодых авторов. Кате удалось попасть в лонглист. Писатели должны быть не старше 27. Поэтому для самарской поэтессы это был последний шанс на участие. Каждый человек, который попадает в лонглист, по-своему интересен. И мне просто берет огромная гордость оказаться рядом с этими людьми в одном ряде. Они читают много, они замечательно пишут. В принципе, уже интересно. Номинантов раньше выбирало само жюри. Но этот год стал исключением. Авторы могли сами отправлять свои работы. Лучшие подборки предлагались к рассмотрению коллегии, в состав которой входит 20 человек. Это кураторы, поэты, критики и издатели. Номинировал меня Виталий Лехцера. Это доктор философских наук Самарского университета. Просто предложил мою подборку. Там требуется официальное согласие автора. Это для меня, конечно, было шоком. Следующая цель Кати – попасть в шорт-лист. Туда войдут три автора, из которых путем голосования выберут лучшего. Размер главной премии – 70 тысяч рублей и возможность издания книги. Родные и друзья часто задавали вопрос, когда у писательницы появится собственная книга с произведениями. Два года назад Катя решилась и сама выпустила сборник в трехстах экземплярах. Мне очень важно, чтобы вещи, которые были связаны с поэзией, было приятно держать в руках. То есть, здесь вот такие вот замечательные иллюстрации. Уже год Катя работает над еще одним литературным произведением, которое в скором времени планируют завершить. Про заическую постмодернистскую прозу, про секту под Самарой, про последние две ее недели. Там будет достаточно много магического реализма. Надеюсь, это будет интересно. Мэри Елчан, Василий Колдашов. События.